Здравствуйте, разрешите предоставить вам обещанный нам мастер-план освещения города Одесса, который мы разработали компанию ШРЭП, использовали опыт городов европейских, где мы такие проекты делали. Здесь, по сути, собран для вас как руководство и рекомендация для того, как нужно освещать город. Здесь, по сути, рекомендации для директора «Горсвета», для ваших коммунальных служб, для архитектора города, для компаний, которая занимается обслуживанием, эксплуатацией, разработкой, проектированием освещения. Мы постарались очень кратко сделать анализ освещения улиц, парков, скверов, предоставили анализ результатов деятельности компании «Горсвет». За последний год, просто в качестве примера, мы предоставили расчеты экономические, что можно получить, изменив ситуацию в городе, поменяв часть только светильников. Вот вкратце то, что мы изложили. Он у нас есть в электронном виде. Естественно, в «Горсвете» такой документ будет. Мы будем заинтересованы в том, чтобы эта книга, она разрасталась, она становилась мощной. Ну и самое главное, чтобы она реализовывалась. Главное так. Большое спасибо за такую детальную, серьезную работу. То есть, действительно, современный город должен развиваться согласно каким-то современным уже алгоритмам и современным, скажем, технологиям. И вы сделали большую работу, чтобы помочь нам в этом, потому что теперь, безусловно, есть с чего начинать. То есть, у нас есть та база, с которой можно отталкиваться. И, безусловно, основываясь на ваш достаточно серьезный опыт в мире, в Европе, по работе с наружным освещением. Поэтому я уверен, что в результате нашей совместной работы мы наш город действительно сделаем ярким. И эта карта вечерняя Одесса, когда мы ее реализуем, не оставит у нас ни одного темного, не освещенного места. Тот мастер-план, который сегодня привезли руководство фирмы Шреддер в дар городу, является продуктом достаточно большой, почти годичной работы. Если помните, когда-то на совместном совещании, посвященном тому, что бельгийские фирмы занимались освещением этого города, еще во время его становления, привело к тому, что сегодня компания Шреддер, которая тоже является бельгийской, поучаствовала в освещении нашего города. И у нас есть проект, который был реализован на поселке Котовского. И тогда, перед реализацией этого проекта, когда все только задумывалось, задумывалось, представители фирмы Шреддер предложили городу сделать мастер-план. Что такое этот мастер-план? Это документ, в котором уже занесены все наработки, которые есть у города по наружному освещению, и инструмент рассчитанный и расписанный, как сделать этот город светлее и лучше, и с более эффективным, энергоэффективным освещением. Вот сегодня нам был предоставлен этот мастер-план, в котором расписаны все с точки зрения действующих сегодня норм осветительных в стране и в Европе, потому что не так давно Украина перешла на европейские нормы освещения. Так вот, в этом документе с точки зрения европейских норм просчитано, описано и рекомендовано, как лучше, что лучше и как нужно правильно осветить город. Нельзя сказать, что мы этого не знали и до этого. Мы знали, но вот такого документа, который собрал все вместе, и который объясняет, почему, как, правильно и зачем, у нас не было. Такой документ достаточно дорого стоит, поэтому мы себе не позволяли его где-либо заказать. Фирма Шредер предоставила нам этот документ, который ими был заказан, проработан и теперь предоставлен нам. Если мы, за пример, берем освещение в парке Савицкого, как и в любом другом парке, то с точки зрения нормативной базы имеется требование к освещению в парках. Оно должно соответствовать действующим в Европе нормам. Так вот, эти нормы и варианты предложений описаны в этом мастер-плане. То есть сегодня мы не должны начинать поднимать законодательную базу, что-либо выдумывать и придумывать. У нас есть расписанные предложения для парковых зон. Мы можем выбирать только эстетику, а с точки зрения освещенности у нас уже есть предложение, как это осуществить правильно. Улицы города все имеют какую-то категорийность с точки зрения количества людей, передвигающихся, количества автомобилей, передвигающихся по улицам города. И поэтому с точки зрения этой категорийности мастер-план дает предложение, как лучше, правильнее и чем осветить тот или иной объект с точки зрения категорийности. Речь идет вообще о всей территории города, об улицах, о триквартальных проездах, о пешеходных зонах, о магистральных улицах, обо всем осветительном хозяйстве города в этом мастер-плане сказано и даны рекомендации по освещению. Дуже тяжело, я уже сказал, из хорошего сделать лучше, вот Одесса – это тот вариант, что освещение, ну, по-перше, те объекты, которые мы переверяли, ну, освещение отвечает действующим нормам ДБ, просто мы рекомендуем сделать его эффективнейшим, цикавейшим, меньше яскравым для окружающих, но более яскравым для тех, кто это светло потребует. Мастер-план по освещению города Одесса, который мы назвали «Вечерня Одесса», предбачает комплекс МИР и комплекс заходов, мероприятий, для того, чтобы сделать действительно место комфортным для жизни, в плане его освещения. Цей документ носит рекомендационный характер, это не какой-то законодатель, в котором мы собрали основные тенденции по освещению мест, мира и Европы, и мы хотим, чтобы с таким документом можно было бы освещать место правильно, комфортно, чтобы место стало безопасным. Мастер-план предбачает, что он разработается безусловно для каждого из мест, то есть этот документ разработался для города Одесса. Это не шаблон, который будет одинаковым для всех мест. Что саме представляет мастер-план? Это карта места, на которой нанесены практически все объекты межской инфраструктуры. Это все дороги, разбиты по категоричности, сгідно действующих норм ДБН. Это категория дорог А, Б и В. В этом мастер-плане все эти дороги вказаны. Розроблены все типовые перерезы таких дорог, потому что неможливо сделать для 2000 дороги под каждый разрахунок. Мы выбрали типовые перерезы каждой из категории, разработали светотехнические розрахунки, и эти документы представлены в мастер-плане. Также, место имеет не только дороги, это, скажем, зеленые зоны, зеленые парки, сквери, это местные массовые скупчения людей, Одесса имеет свою набережную шикарную. Окременным пунктом идет рекомендация по освещению набережной частины. Окременно заняты места, межской инфраструктуры, безусловно транспортной, то есть морский порт, это аэродром, это залезнодорожная станция, это автовокзали. Эти объекты также имеют определенные свои требования по освещению, это все предназначено и разработано. Один из пунктов – это забудовая мастерская. Она также делается на современную, историческую. Абсолютно полностью мы ввели окременным пунктом освещения истерической частины места. У нас есть ее межи, у нас есть рекомендации по кольору света, по святильникам, которые должны быть. То есть историческая часть места, мы не можем позволить себе ставить високие стальные опоры висотой 8-10 метров для того, чтобы осветить и осветить місто. Исторический центр Одессы. Мы рекомендуем освятить теплым святом, температурой 800-3000 Кельвин, комфортный, с опором висотой не больше 5 метров. Это будет комфортно, аутентичный центр города 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 То есть инвестиции, то там должно что-то строить, або реконструироваться старый промышленный объект, або строить новые. Это все предоставлено мастер-планом, то есть эта зональность, она проведена. Окремо выведены все, скажем, приватные забудования, там совсем другие нормы, совсем другие святильники, но это также должно быть и освещение. Одним из результатов реализации такого мастер-плана, как мы в нем зазначили, это решение трех основных, на наш взгляд, новорождений. Первое, это, конечно, функциональность, потому что святильники и освещение места, в первую очередь, должно обеспечить життєдияльность места в вечернюю пору. Второе, это безопасность и комфорт. Безпека в месте достигается и освещением так же. И мы представили абсолютно новые технические решения в объектах, в наших пристроях, которые объединяют в себе и освещение, и точку доступа до интернета. И аварийные сигнальные кнопки, и камеры видеоспостережения, и зарядка для электротранспорта. Это все нужно для того, чтобы в проектовании города проектувальник знал, что такое решение уже есть. Его не нужно придумывать, его можно не реализовывать. Конечно, реализовывать там, где фаховцы скажут, что тут нам нужно такое освещение, а тут такое. Тобто, хочу наголосить, что мастер-план – это не догматичный документ. Это достаточно мобильный документ, который даёт рекомендации о том, как нужно освещение месту, то есть каждую его часть. Продолжение следует...